итак всем привет сегодня на обзоре на тест-драйве у нас ребята патриот с автоматом причем в самой максимальной комплектации edition one если мы возьмем в руки телефон зайдем на сайт уаза и посмотрим ценник на подобный автомобиль это ребят миллион триста причем миллион триста это еще не последняя цена такого автомобиля почему потому что можно дозаказать блокировку дифференциала заднего моста за 38 900 а еще можно заказать за 44 900 предпусковой подогреватель с таймером и функции автономного отопителя но к ценам на патриот с автоматом мы еще вернемся а сейчас давайте посмотрим как ульяновский автозавод шел к вот этой самой конечной точке патриот с автоматом собственно сам патриот это наследник модели уаз 3160 его длинно базной версии 3162 эти автомобили выпускали на ульяновском автозаводе с 97 по 2005 год патриот это скорее глубокий рестайлинг вот этих самых 3160 и 3162 чем полноценная модель а чтобы мы с вами лучше понимали историю то первый макет модели 3160 появился аж в 88 году а предсерийный экземпляр свет увидел аж в 93 нужно ли удивляться архаичности конструкции и тому как тяжело и долго внедорожник готовился к серийному выпуску получается что с момента начала выпуска в 97 году до нынешнего времени прошло 22 года только вдумайтесь спустя 22 года уазовский внедорожник наконец заполучил автоматическую трансмиссию различные тюнинговые ателье уже давно предлагают за довольно нескромные деньги поставить патриот японский айсин но это контрактный агрегат который неизвестно сколько еще отходит а если совсем заморочится то можно поставить коробку сборе с японским же двигателем практикуют установку силовых агрегатов как стоит так и с nissan словом сказать популярнейший 70 крузак был доступен с автоматом еще в середине 80-х годов а на тойотовских пикапах автомат был доступен уже 72 года так что мы выступаем как всегда в роли догоняющих итак патриот с автоматом мы уже поняли откуда эта машина взялась что это за коробка такая коробка кстати шестиступенчатая в принципе более-менее современная я думаю что выглядит она более чем интересно кстати доработали здесь по салону не только вот эту вот консоль то здесь еще стоят новые сиденья и принципе всего этого конечно же патриот заслуживает дело в том что по неофициальной опять же информации выпуск точнее старт продаж патриотов с автоматом немножко ограничился некоторым казусом то есть изначально 600 автомобилей отправили по дилерам она не для продажи частным лицам и потом потом эти машины отозвали якобы для того чтобы перепрошить трансмиссию перепрошить управление коробкой передач но опять по неофициальным данным то есть это была официальная версия по неофициальной версии случилось вот что в доработанном двигателе змз про начало проворачивать вкладыши и собственно потом на самом деле те машины которые отозвали на них просто поменяли двигатели то есть ребята у вас к сожалению остается уазом если мы говорим про конкретно этот автомобиль то он уже владельца какое-то время на нем пробег 3000 километров и не знаете с чего началось с чего началась история этого автомобиля с того что менеджер который выдавал этот автомобиль сказал ребята не забудьте проверить затянуты ли колеса вам же далеко ехать машина кстати покупалась в одном из московских дилерств так вот колеса то проверили но у того же менеджера спросили прошла ли машина предпродажную подготовку да конечно прошла но при этом антенны у машины не оказалось печка для задних пассажиров как выяснилось потом уже не работает и не работал не работала прикуриватель ну то есть розеточка то есть телефон даже зарядить по сути было негде боже ты мой и это новая машина которая прошла предпродажку и это новый уаз собственно после этого после покупки уаза патриот как положено был еще дополнительно его загнали в сервис чтобы все соединения естественно под машины протянуть я не знаю ни одного владельца уаза который не протягивает свою машину периодически знаете с какой-то с какой-то периодичностью после покатушек это по моему делается постоянно палыч вообще менял постоянно в мостах в раздатке масла после каждой покатушки после каждой лужи так вот новый патриот к сожалению хоть он и обзавелся вот этой самой крутой шестиступенчатой трансмиссии но всего этого вы все равно не избежите и так на шестиступенчатый автомат имеет название punch power glide 6l 50 и до этого его можно было встретить на автомобилях chevrolet и cadillac зарекомендовал он себя хорошо переваривает до 320 лошадиных сил и до 500 метров крутящего момента так что с неистовой мощностью патриота точно справиться также заявлено что ресурс этой коробки до 300 тысяч километров что неплохо по любым меркам еще момент конкретно для патриота эту кпп делают в страсбурге они в китае как многие думают теперь по поводу обслуживания в этой коробке рекомендовано менять масло каждые 80 тысяч километров однако в уазе вроде как она залито на весь гарантийный срок службы а это 100 тысяч километров так что если вы приедете в сервис уаза менять масло в коробке то вас запросто могут и отправить куда подальше но несмотря на все свои достоинства это кпп обладает и рядом слабых мест во первых эта коробка не для гонщиков и не любит длительной езды на высокой скорости во вторых эта трансмиссия боится перегрева и если это произойдет то выйдут из строя ее поршни третьих со временем возможны появления течи масла они появляются на месте сальника гидротрансформатор и в четвертых со временем может появиться трещина на барабане тогда будет затруднен переход со второй на третью передачу также может отказать и задний ход но несмотря на все эти возможные недостатки punch power glide 6l 50 надежно удобно и достаточно недорога целом можно сказать что для уаза эта коробка подходит для рычаг переключения режимов трансмиссии по уазовски тугой так что суровых уаза водов это точно обрадует по поводу коробки ребят смотрите да здесь очень сильный такой вот переключатель такой трансмиссии но достаточно туго ходит и смотрите когда мы переключаем спаркинга слушайте это действительно туго очень туго то есть это такие прям уазовские усилия то есть двух прям вроде автомата знаете такого такой вот легкости переключения нет прям чувствуешь как прям как будто сам шестереночки там передоставляешь год этот самый автомат да это он ставился на джемовских машинах на шевроле на кадиллаках потом немножко видоизмененный был на бмв и 6 ступеней переваривает 450 ньютонов крутящего момента при том что здесь 235 ньютонов то есть здесь как бы запас по прочности достаточно большой и вот этот самый автомобиль ему конечно не хватает другого двигателя то есть до коробка французская очень многие у нас думают что если коробка не японская то она будет там ненадежно нет на самом деле там очень много факторов от которых зависит надежность коробки и с таким двигателем я думаю здесь эта коробка будет отхаживать достаточно много то есть у нее заявленный ресурс там порядка 30 извините трехсот тысяч километров мы получаем то есть равную машину со слабым двигателем но при этом шестиступенчатой трансмиссии ребят двигатель хоть и модернизировали его ну скажем так как как едет эта машина да то есть по словам владельца который уже проехал на этой машине три тысячи вот 200 километров по динамике это тот же самый образом говоря патриот на механике но при этом на механике там нужно месить рычагом да а здесь соответственно ничего этого делать не нужно по тактильным ощущениям ну знаете как то есть вот это вот такая нахлобучка из приятного пластика а вот кнопочка которую обычно делают такой хромированный на других машинах здесь почему-то она такая пластиковая и покрашена серебрянкой ну забавно но вот меня честно говоря напрягает то что здесь вот такой прям сначала из положения паркинг мы прям тяжело тяжело переключаем а когда уже r вот допустим r задний ход там до n нейтраль драйв то здесь прям очень ну тоже с усилием но как-то очень мало очень маленький ход то есть можно ошибиться теперь давайте внимательно изучим прайс-лист у вас патриот и так в декабре 2019 года цена патрика с автоматической коробкой стартует с отметки в 1 миллион 34 тысячи рублей помимо шестиступенчатой трансмиссии мы получаем нет подождите прайс-лист ульяновского автозавода выглядит как издевательство смотрите сами где еще в списке означения автомобиля вы бы увидели ручник это же как бы вещь которая есть в любом авто но здесь во всех комплектациях стоит плюсик напротив графы стояночный тормоз с приводом на задние колеса у вас ты серьезно или как вам это объемные шильдики с эффектом металлических букв патриот и напротив этой мать вашу опции тоже стоит плюсик как удобно почему бы не написать стеклоочистители лобового стекла они ведь там тоже есть или вообще вспомнить про то что в машине есть педали и про них тоже написать ребята это абсурд и так в базе вы получите подушку безопасности пассажира кондиционер и все если хотите новые сиденья доплата хотите цвет металлик доплата желаете зимний пакет или мультимедиа систему тоже за дополнительные деньги версия в которой за всякую мелочь доплачивать уже не придется называется статус и стоит она миллион двести шестьдесят восемь тысяч рублей не слабо правда и оснащение будет неплохое например в этой версии появится целая россыпь электронных помощников включая есть по и систему помощи при трогании в гору хотя зачем последняя опция машине с автоматом загадка ну и самый жир и топ именно тот самый вариант как сегодня на тесте комплектация edition one сюда из опции можно заказать только предпусковой подогреватель за 44 900 и такую полезную вещь как блокировка дифференциала заднего моста за 38 900 на круг максимальная версия новейшего патриота с автоматической трансмиссии может выйти в 1 миллион триста восемьдесят одну тысячу в 800 рублей ну и конечно когда мы получаем вот этот самый edition one у нас вот здесь вот их всего 300 автомобилей здесь вот даже на табличке то есть это знаете как на каком-то майбухе как на каком-то я не знаю макларене или астон-мартин то есть табличка да что вот этих машин это 191 автомобиль из 300 выпущенных лимитированный у вас неужели мы вот до этого доросли причем самое интересное что когда эту машину покупали то есть владелец пришел в автосалон воронеже в автосалоне воронеже сказали что мы скидок никаких не будем делать это это жир это самый топ это самая вообще крутая тачка из всех какие у нас были и мы ее и так продадим а в москве сделали скидочку 100 тысяч рублей вот так вот вам ничего себе здесь конечно есть климат в принципе этом обычный как бы рестайлинговый на такой патриот то есть со всеми нюансами со всеми примочками которые в нем уже появились еще образно говоря год назад но чего не было ну естественно автомата и конечно вот этих вот сидений сиденья ребят я не могу про них сказать что-то хорошее или что-то плохое они во-первых красивые во вторых у них там такая прям ярко выраженная боковая поддержка они удобны но я не ездил в них там тысячу километров и я не могу сказать насколько они будут удобны после того как проедешь посидишь там у них там день допустим да да подушка достаточно длинная да все удобно все хорошо но опять же как а как они себя покажут в реальной эксплуатации я лично не знаю и не скажу у многих из вас услышав цену этого красавца возникает резонный вопрос а что же можно купить еще за эти деньги но из машин с пробегом и так выбираем цену от миллионов до миллиона 400 тысяч рублей и смотрим как нам предлагают огромную кучу кроссоверов типа nissan x-trail или outlander если взять тачки побольше то запросто можно положить глаз на q7 первого поколения или тех же лет выпуска mercedes gl но что если нам нужна рама и мосты какие реальные конкуренты патрику можно найти среди автомобилей с пробегом ну конечно же мега популярный land cruiser 100 до ему будет уже больше 10 лет до его реальный пробег вы не узнаете посмотрев на одометр но все равно это будет крузак мощный надежный просторный и не самый дорогой в обслуживании внедорожник второй вариант это тоже крузак но младший брат сотова модель prada негласно именно прадиком с пробегом должен противостоять обновленный патриот с автоматом основные плюсы те же самые легендарная надежность этих машин которая и позволяет гнуть за сильно ушатанные экземпляры не вполне скромные ценники и еще один вариант который когда-то был хорошим внедорожником джип грант чироки в эти деньги можно взять даже машину 2012 года выпуска правда нынешнее поколение этого красавца больше тяготеет кроссовером чем к чистопородным джипом которые были способны на многое что касается надежности то и здесь не все гладко в остальном же сайты с объявлениями пестрят всякими x5 каенами туарегами и так далее для нужд рядового потребителя этих автомобилей хватит за глаза так что выбор среди авто с пробегом действительно колоссальный вообще забавно довольно когда в уазе извините подножка здесь есть подножка когда в уазе можно встретить вот такие вещи посолить это вот коврики коврики на которых даже выше то edition one то есть это типа то есть эти по вообще шик это это самый шик просто здесь коричневая кожа на сиденьях как в каком-то знаете там q7 или x5 или вот что то такое по факту ребят да у нас нет вообще никаких альтернатив этой машине других то есть равный внедорожник за какие-то более-менее вменяемые деньги да с автоматом вы просто не купите не найдете ну нет ну нет такого предложения на рынке и поэтому сейчас получается что особо ну и снова естественно ничего вы не подберете какие-то бушки мы с вами уже рассмотрели но ребят главное скажем так проблема этих автомобилей главная проблема любого патриота до что патриоты господи уаза это то что это все равно по-прежнему у вас и это все равно по-прежнему ульяновский автозавод это не протянутые соединения это отсутствие какой-то коррозионной защиты нормально то есть все равно по большому счету любой у вас новый или не новый нужно постоянно проливать какими-то вот этими вот жидкостями пуш салом замазывать там боже ты мой тектилом всем чем угодно почему владелец должен потом ехать сразу же после того как купил автомобиль ехать чинить печку чинить какие-то разъемы покупать антенну и делать какие-то работы по протяжке элемент но это ребят это абсурд и двигатель 150 лошадей что такое 150 лошадиных сил для автомобиля который весит две тонны ребят две тонны машины весит я уже не говорю про вопрос безопасности до машина прошла последний краш-тест и да она стала там немножечко безопасно безопаснее там сделали крепление усилили там крепление кузова кроме и так далее так далее телескопическую эту рулевую колонку которая теперь не убивает водителя на смешной скорости да но при этом по-прежнему это все равно та же самая рама это та же самая силовая структура ничего по большому счету не меняется да боже мой то есть нужно революция нужен полностью новый у вас и хотя бы этому у азу хотя бы этому патриота нужен хотя бы другой двигатель то есть здесь знаете как сейчас получается то есть самое хорошее что есть в этом автомобиле сейчас в патриоте с автоматом это автомат но если вы возьмете шоколадную конфетку и обмажите ее какашкой то ну на вкус это все равно будет наверное все таки как то больше какашку главную наверное да то есть здесь в корне нужно меня здесь не получится так что ну вот поставили автомат и машина стала другой нет это по-прежнему патриот да это самый лучший патриот из тех которые в принципе выпускали это самый интересный патриот да здесь получается самый мощный двигатель да здесь получается две педали здесь получается классный наконец автомат да то есть и он и надежный он уже проверен на других машинах и это на самом деле интересно но покупая сейчас тратит тратя свои кровно заработанные там от миллиона рублей до миллиона трехсот а даже там миллион триста семьдесят может выйти цена такого автомобиля со всеми опциями да вы вправе рассчитывать ну хотя бы на какое-то на какое-то качество которого к сожалению уаза с годами ну не появляется но ниоткуда она не появится и за те же миллион триста сейчас можно пойти купить ну я уже говорил captur можно купить максимальный даст дастер дизельный господи где дизельный двигатель у патриота где он объясните мне сколько лет уже можно насиловать владельцев этих автомобилей бензиновыми двигателями да ему нужен дизель дизель боже ты мой на hunter и дизель и ставились какое-то время там да но где они сейчас где они сейчас эти дизеля почему почему их и больше не ставят почему и больше не 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 ставят не идут машины с дизельными двигателями ну вот нет то есть есть какие-то ребят вопросы к этим машинам которые к сожалению вот годы идут понимаете ничего не меняется то есть до автоваз из какой-то лужи вот этой вот выбрался с помощью французов или не с помощью французов но они хотя бы начали производить что-то новое веста новая машина новая модель но у вас ничего может быть как-то на это повлияет проект кортеж вы сами знаете да то есть там как там должны разработать новые внедорожники которые будут там какие-то люксовые какие-то крутые может быть потом патриотом что-то от них достанется у нас все время так в россии сделаю что-то для верхов потом низам что-то отбросили и может быть тогда может быть тогда с новым двигателем я не знаю вот с этой коробкой с какими-нибудь усовершенствованными там мостами с другой раздаткой может быть это будет на самом деле крутой патриот у которого будет уже там деформируемая зона какая-то то есть нам простым потребителям что нужно ребят прежде всего это надежность безопасность и ну как какой-то комфорт комфорта здесь стало больше надежности не стало больше безопасности не стало больше внешний вид до пофиг когда покупаешь патриот на самом деле вообще срать на внешний вид но почему я не хочу купить машину которая будет ржаветь я не хочу купить машину которая несмотря на то что она весит две тонны она по идее она зарабатывает меньше баллов на краш тесте чем лада веста зачем то есть ребят проблема этих автомобилей она они все решаемы и они решаются постепенно но почему-то очень и очень долго и опять же с этим двигателем расход бензина вот владелец этого автомобиля зря что он у него расход получается 16 литров в пробках реальный расход будет это без пробок ребят в пробках где-то 18 может быть даже по 20 литров но это же дофига это же дофига ребят это нужно опять ставить газовое оборудование это нужно опять то есть как-то вы поймите что почему-то у вас все равно остается машиной которую нужно все равно дорабатывать единственный узел который сейчас не нужно дорабатывать это автомат который стоит вот в этом патриоте вот такие пироги в общем ребят вот такой сегодня был экскурс небольшой по новому патриоту в максимальной комплектации и это ребята 191 из 300 выпущенных edition one лимитированный патриот это просто уникальный автомобиль ну что ж будем ждать от ульяновского автозавода от любимого многими ульяновского автозавода новостей про эти самые уникальные автомобили в общем ребят спасибо за то что были с нами делайте какие-то выводы пишите комментарии купили бы вы такой патриот за такие деньги если да то почему если нет то тоже почему до новых радостных встреч всем пока